Субтитры делал DimaTorzok 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 Тут такое дело, что бабушка это все хорошо, но какие она слова произносила, что за бабушка, тут надо же узнать, не просто так, она к ним принадлежала, а может к делу-то не относилась Если без поповца погружение было, ну какие слова-то произнесены, правильно, нет, это же в этом-то смысл, оно связано все, во имя Отца и Сына и Святого Духа, если это было, ну надо просто поверить священнику, не поверить, а довериться Субтитры делал DimaTorzok Ну да, что у вас как там в школе говорили, там подруга одна ваша не приняла вас Да, вот я недавно писала, да Ага, вас и хотели назвать? Да, да Ну значит это вот как, теперь я вас увидел Ну и что теперь дальше? Ну вот мы не знаем теперь точно как поступить-то Если вы говорите обратиться к отцу Кириллу, потому что если погружать, кроме него, здесь ее никто не будет Я же тоже там принимала погружение у него летом Вот, и получается, что я к его общине теперь принадлежу Вот, и поэтому я обратилась к нему, чтобы эту сестру погружением Но он пока, видать, не хочет, он говорит, что нужно присоединение чин беспокоств Ей, чтобы священник наш, местный, прочитал Ну, найдем мы, не найдем, священник согласится, это время уходит Ну ладно, может мы найдем Он прочитает, получается, что крещение тогда погружение не надо будет Я так отцу Кириллу поняла Тут должны быть достоверные, написано в 84 правиле 6-го Вселенского собора Должны быть достоверные свидетели Свидетели есть? Ну, получается, нет сейчас уже Ну, получается, нет, мы попадаем под канон Уже там не чин присоединения, а крещение должно быть Чин присоединения, когда она была, знает по своей форме там крещена правильно Во имя Святой Троицы, священник ответил правильно Но тут такое, что никаких свидетелей-то этому нет Ну, теперь получается, все равно все вопросы к отцу Кириллу Единственное, что он сейчас, я так поняла, немножко приболел И вопрос этот решить он пока отказывается Он сказал, после падки Ну, тут надо молиться, я думаю Тут еще один вопрос у нее У этой же женщины, ей сейчас 66 лет У нее есть внучка 13 лет Но у этой внучки шизофрения И она тоже за нее переживает Она говорит, что это же внучка Хотя она ее причащает постоянно Но она, крещение, также мочением было у нее У этой внучки 13-летней И вот она говорит, я за нее тоже переживаю Что ей нужно тоже крещение полным погружением А как с этим быть? Я все у Кирилла сказала Он говорит, подожди, с этим вопросом ко мне не обращайся Сначала с одним человеком решим вопрос То есть про внучку он даже слушать не стал А я хотя бы у вас То есть скажешь, что только беда Что не занимаются, не отмечают И вот когда люди просто открыты Ну, Господь дает священника Вы видели, может быть, ролик ставили Тут одна из Казахстана обратилась Я посмотрю ваши ролики Она от свидетелей Иеговы Представьте, откуда пришла Приняла крещение, а она, дочь Два внука И она вот приезжала к нам специально повидать А то, говорит, умрете, и я вас не увижу Ну, вот бабушка часто переживает Она говорит, мне 66 лет Она работает в Ласке при храме Она говорит, священник видит меня Поскольку она часто причащается Я ей сказала, что вы сказали Причащаться нельзя тебе сейчас до крещения Она говорит, но он увидит, что я не причащаюсь Он будет ко мне приставать Что я внучку больную не привожу, не причащаю Она этого боится Она говорит, что я ему скажу Я говорю, ну ты кого больше, священника или Бога боишься? Ты ему как-то объясни, найди Вот она боится И хочет все это скорее сделать Ускорить И она говорит, пока сейчас каникул Я с этой внучкой готова поехать в Москву Но я понимаю ее Но отец Кирилл готов принять Сколько лет? Сколько? Внучке 13 Ей самой 66 Ну, когда говорят, что Мы каждый год в июле у нас крещение идет В июле После 7 июля Там уже надо посмотреть по календарю как Выход еще есть Другой выход Это который у нас в Петрозаводске были люди Они тоже не нашли Они тогда поехали на Афон А на Афоне вообще это мощение ни за что не ставят Никак Вот воины Лука и Ценецкий Он вообще их не признавал Полное погружение, как совершенно не крещеное Это правильно, самое правильное Потому что ни свидетелей Ничего нету Обман, один обман И поэтому твоя душа одна бессмертная Тебе надо о ней позаботиться Игнатий Тихонович Я сегодня буквально Как собиралась сюда знакомая Я же не дома с вами разговариваю Я слышала ваш ролик И вы проговорились Я уловила там Как это село называется Тоже Ульянов Нет, это Самарская область С нами граничит Там кто-то принял крещение Забыла, как это Город-то называется Я его всегда забываю Ну, то есть там Недалеко от нас тоже Принял кто-то в полном погружении Мне нужно смотреть ролик вернуться И узнать Может быть нас там примут Но опять-таки надо знать Если там храмов много Кто именно производил крещение То есть здесь ближе, чем Москва Ну, конечно Ну, конечно Забыла, вот как называется Знаете, вот Ну, вот сейчас она Ну, ладно, говорите Сейчас она должна была подойти Сестра Но она просто не в ласке Работает до трех Я говорю, ты подходи попозже Ну, пока еще не подошла она Вот, как мне С ней вопрос Ну, я, конечно, передам Нужно молиться Я так думаю Видите как У нас тут Такая же история была У одних Они все договорились Со священником Он говорит Деньги платите Батюшка говорит Нельзя деньги Это симония Это грех Это таинство рушится Что нужно Я там месяц пройдет Я десятину буду приносить в церковь Это намного больше Чем вы берете Никак Вон, они и стали Приехали к нам сюда Тут приняли крещение Надо условия Три условия Для крещения Первое Уверовать во Христа Всем сердцем Всем умом Принять его Как своего спасителя Второе Руками священнослужителя Если он есть Полное троекратное погружение Это, конечно Отдельная таинство Мира помазания И третье Условие бесплатно Сегодня все Три условия нарушаются Ну, помазание у нее было Помазание же не нужно Я думаю Только погружение остается У меня же тоже так же У отца Кирилла Было только погружение Ну, а без Поповца У них не было помазания А, у них не было помазания Но она-то потом Помазание-то была Православная церковь Священник Ну, идеал Подробности я не знаю Да Вот Здесь Я еще хотела Сказать Вот такой вопрос у меня Я вам там писала И меня, конечно, удивило Игнать Тихонович Получается, смотрите как Я вчера тоже буквально узнавала Что отца Кирилла На берсеневке У него не официально Община Она называется как Единоверческая Но об этом он не любит говорить То есть они православные Да, они службу ведут По старому чину Я приезжаю вот в четвертый раз У него причащался Я все вижу, все знаю Служба вот в субботу Если я была у них Стрех до девяти вечера То есть шесть часов Служба идет Если я готовюсь к причастию То я вычитывала правила Особое На церковном славянском Там где-то может час Ну Потом на следующий день Там с восьми Почти до двенадцати Служба Это еще четыре часа Литургия идет Перед этим тоже Я рано вставала Отцу Кириллу Ну перед Игуменом Там вычитывала правила Там час-двадцать ушло Ну в общей сложности С каждого дня Двенадцать часов У меня ушло на эту службу Чтобы причститься Исповедоваться Вот так вот И мы еще ранее С ним разговаривали Осенью как-то я была у него Он узнал через интернет Что у нас в Симбирске Есть единомерческая община Я тоже на них вышла в интернете Одного мужчину я там видела Он, кстати, его дети ходят В нашу школу В наш лице И учатся Я его видела Он ходит за бородой Матушка Ну как у него Жена приходила за детьми Она Ну одета как простая мирянка Он носит Бороду Такую длинненькую Там значит Ходит в православный храм Все семьи Они причиняются По-моему, жена Вот видела Осенью четвертым беременна Будет рожать То есть у них много детей Потом смотрю в интернете В этой общине На фотографии Он также рубашка Пояс Ну все Как у вас Они одеты Как отца Кирилла То есть в этой общине Получается Он и в эту общину Входит Раз он в фотографии Там написано Что это община Потом Входит в наш Также православный храм Куда и я хожу В один храм мы ходим Он с детьми И своей супругой Они причащаются Ну я так понимаю Что я туда Один раз ездила Узнала Где служба недалеко От меня в этом храме Утром В воскресенье Там одна Сидела Служа Ну прислуживая Кем она там Она сказала Было 10 часов Уже у них крещение Я говорю А служба кончилась Она говорит Да Получается Что у них служба Утром была Два часа всего И не видела Кто был Священников Но я так понимаю Что там наверное Хоть эта община Организована Она единоверческая Но те же православные Только Служба По старому обряду Поэтому отец Кирилл Он меня как бы благословил Поскольку я Живу-то в Симбирске А в Москву Я не могу часто приезжать к ним Связь у нас только молитвенная Приезжать Приезжать могу к нему Исповедствовать И принимать Причастие Только вот в каникулах Поэтому он мне сказал Чтобы я знала службу Ну не отставала от них И ходила именно в этот храм Ну просто как бы на службу А причащаться Исповедствовать Я же здесь могу Своим православным храмом Вы бумагу отпустите Пониже бумагу отпустите А то закрылись Так Нет Вот вы говорили там где-то Это единоверческая церковь Это настоящая церковь Священников им дает патриархия Патриаршие священники-то Все законно Они прямо на территории На одной территории даже находятся Два храма рядом Служба идет В одно время начинается Да Вот я так поняла Даже одни и те же священники ходят Очередные просто Поэтому Меня что смутило Когда я вам написала Вы мне сказали Не ходить туда Вот поэтому я и спрашиваю Может что-то Мы недопоняли друг друга Нет Я потому сказал Вы потеряете больше Чем приобретете Это законно Все Я здесь их не вижу С кем поговорить Много значит от священников Он может вам запретить После этого такое Что вы просто останетесь на распути Вот какое дело Какая общая Надо просто знать Вот у нас бывает такое К старобрядцам кто-то переходит Они их всю жизнь будут называть Это вот от Никаньян пришли И дальше Чуть только где Это от Никаньян Я поняла Я поняла знаете это как Например когда я уже пришла Я только зашла И вот эта женщина Я не знаю Ну я так поняла Может быть она там Ну как в обычных храмах Служащая Вот Здесь пришли люди креститься Крестили там же Купель стояла И вот я у нее спросила И она говорит Да здесь старобрядцам То есть она сразу их обзывала Старобрядцам Я говорю А почему вы так говорите Старобрядцам Это же единоверческая община Ой извините я ошиблась То есть все Она уже заклинила Ну я так думаю Если она там работает И она так себя ведет То если я покажу А меня знаете Все здесь знают Потому что все Когда я был в социальной стихии Книгу Я раздавала всем священникам Всем мирянам И куда я не пойду В какой храм Меня почти здесь не знают Поэтому я вот и думаю Как мне поступить Идти туда просто ради службы Может на самом деле Тогда не стоит Но думаю Как с Асум Кириллом быть Для благовестия Для благовестия Вам будет это огромное препятствие Вы уже там где были Где сейчас есть У вас уже там наработка Свои люди Кто-то слушает И вас терпят как Вы потеряете это все Даже она единоверческая Все равно вас будут толкать в спину Она уже не наша Она ушла к староверам Я просто Мне это близко Потому что это наша природная Я понимаю Значит такое искушение у меня Теперь у меня еще один к вам вопрос Такой вот личного плана Скажем Вот сейчас я хожу так Видите В школе я так же хожу Только у меня там синий халат И голубой платочек Ну как бы форма чтобы была Директор у нас Он такой своеобразный человек Он сначала я ходила в другом парке летом Он потом не выдержал Долго терпел И спрашивает меня как-то Ты у нас мусульманка Я говорю нет Ну так поверь То есть я ему объяснила Потом я поменяла платок Ну то есть решила Чтобы он чисто не соблазнял Не так вызывающе был И говорю ему Поскольку у вас лицея Он все-таки связан с небом И платок у меня Образ неба Ну он улыбнулся Ничего не сказал Сейчас вроде привык молчить То есть я хожу вот так С покрытой головой В храме тоже ко мне Уже привыкли И вопрос То есть я хожу вот так На службу Нужно ли мне Как по старообрядски Одеваться То есть вниз платок И сверху под булавочку Или не нужно Это будет проповедь Проповедь Сегодня я слушал Осипов говорит Именно об этом говорит Приходят как на пляж Вы должны именно По церковному одеться Вот вы у нас видели По роликам Как Это сразу видно От мира отличается Все Ну видно А мы же православные Это даже на старых картинах Репина Поленова Сурикова Там же показано Как люди одеты А то традиции Традиции А традиции-то не исполняют Когда это видно было Чтобы женщина В штанах ходила Без юбки-то И без платка Это вообще Да старые Посмотри Я показываю Есть эта картина Но она Может быть И фотография Это же Крупская Надежда Константиновна Стоит с Владимиром Там Поехала она к нему В Шушенском-то А у нее платье Прямо по земле Все Это не придумано Ничего Так и должно быть Вот у нас Запустим У меня Надежда Васильевна Она в любое время Хоть когда Она по два платка Это называется По войне Потому что из-под этого волосы выбиваются А второе Под булавку Это сразу дело меняет Просто так подвязать Это Это еще не церковное Да вы на иконы даже посмотрите На Божью Матерь Это самый настоящий хиджаб Ну У Афа Кирилла Я так Повязываю Да Вниз Потом сверх Под булавочку Да Вот поэтому я и говорю Сейчас Если точно так же Я буду Это не будет соблазном Никому Это будет действительно Да какой же соблазн Да соблазн Когда вы не будете делать Павел говорит Не буду есть мясо Не буду Чтобы не соблазнить А он не ест А может быть этим соблазняешь Да так можно что угодно говорить Именно соблазн Когда делаем не так А когда ты правильно делаешь Это не соблазн Это противление истине Это не соблазн Если который против того Чтобы ты так одевалась Это люди не церковные Хотя и в церковь ходят Они привыкли По шалману делать Доброе соблазном Никогда не бывает Все Спасибо Христос Я бы хотела еще Сказать Сын у меня сейчас служит В Москве Вот показать ему Интересные книжечки Так пока не шевелите Я посмотрю Вы держите так Сейчас плохо у вас Подержите Я прочитаю Это Непонятно Что там Возвращение Возвращение Да О глобном сцене Притча Так о чем это О глобном сцене Притча Пояснение Митрополит Нектарий Антонопулус Очень интересно Пишет Я посмотрела И потом еще Несколько книг Но я уже с тобой Не взяла Они Такое ощущение Что возможно Читали ваши книги То есть Очень интересно Потом я В Москве Когда была Сотерила Меня удивило То что Случайно Не случайно Я нашла Вернал Душа Ну это у нас Издается Это у вас Да А вот в Москве Я там Чтобы почитать И своим Это Олег Рыжов Олег Рыжков Дьякон Да Я читаю Очень интересно Теперь Это Это От отца Кирилла Кирилла От отца Кирилла На Берсеневке От отца Кирилла Здесь у него был Юбилей 60 лет ему Вспомнилось Вот здесь у него Пишет статью Интересно Я как-то Хочу вам сказать Митрополит Янис Мичори Молился уже давно И слышала Немножко Как вы О нем Сказали Несколько слов Что-то после Мне не захотелось Конечно О нем Молиться Но Потом все-таки Продолжала я И вот здесь Статья есть такая Я так поняла Может быть Вам дали информацию Неправильно Потому что Здесь вот как раз На презентации Нового фильма О Митрополит Янис Мичори Я хотела бы Зачитать несколько слов Вот сказано Получается так Сейчас зачитаю Много было разговоров Что Митрополит Янис Не является автором Своих статей Естественно Ему помогали Подбирали цитаты И тому подобное На каждой статье Он ставил Свою пост И печаль Ну Дальше немножко Пропущу поток Как это ни странно Больше всех Выступали за его Освобождение коммунистов В частности Писал письма Генеральному прокурору Зюганов Одному из начальников Колонии Звонил генерал Овашов Ну тут Я так К чему говорю Что По этой статье Тут смотрю Отец Кирилл Его В этой могилке Фотографировался Что Ну получается По этой статье Что он был подвижником Я очень почитаю Смотрю И что И то Возможно Мы когда Почитали его статью И по его статье Вы что-то по-моему Сказали Там нет ничего Евангельского Вот это по-моему А здесь В статье сказано Что оказывается Он по-другому И статьи В него кто-то писал Я до конца Я до конца не понял Какой Ян-то Какой Митрополит Иоанн Снычев Снычев Ян Снычев Снычев Ну я знаю В Санкт-Петербурге Который был И что Но Вы сказали О нем Якобы Что-то Евангельского Мало в нем было Конечно А здесь-то Говорит о том Что статьи-то Он не сам составлял А за него Писали Ну это Приписывают Константину Душенову Приписывают Я слышу Я это все читал Дело в другом Что Когда они приходят Начинают патриотизм Проявлять Они с коммунистами Соединяются вплотную С главными палачами А это Абсолютно Никуда не годится Я знаю Что в советское время Чтобы человек Дошел до этого поста Это означает Все везде Схвачено было коммунистами Нас же из храма гнали Просто я стою Меня выволакивают И начинают руки выламывать А это Чтобы дойти Как Осипов Это там Это все Что угодно Они могли делать И предательством заниматься И Так просто Советская власть Не поднимала их У них обязательно Были КГБ Клички Они работали Вот меня Когда судили Священники Выступали Просто гнобили А вот у нас Хорошее лояльное отношение С советской властью А у Лапкина Это закономерный исход Он старался Нас поссорить То есть Они самые лживые Показания давали Я-то не по наслышке Это говорю Кусочка Почитаю небольшой Уже при жизни По молитвам Владыки Происходили Исцеления По учителям Случаи Когда безведом Владыки Посадили яблоню И она засохла Затем уже По его благословению Стали усердно Ее поливать И яблоня Жила И расцвела На могиле Владыки Однажды После удара Колокола Зажглись Одновременно Все свечи Ну такой кусочек Небольшой Это как бы На что это рассчитано На нас православных Чтобы мы верили в чудеса Что он такой был Святой Или как это Абсолютно правильно Абсолютно правильно Потому что Православных Если чудес нету То ничего и нету А Ян Затаус Говорит Мне чудеса Не нужны Я верю просто Чудеса Это маловерие Спасибо Мне становится Понятно многое Сейчас я вам покажу Еще очень интересное Вот такой Журнал Красный Красочный Яркий Наверное Дорогой Славянка Славянка Видно? Так У вас что-то Сильно плохо Так вот Все это Ну Ну как мозаика Какая-то Идет Изображение Очень плохое А он Светится Светится Он такой ламинированный Может быть поэтому Ламинированный Нет не поэтому Ваше лицо Лично ваше лицо Все платок Все это Вот так мельтешится У вас что Вы с телефоном Или с планшетом? Нет-нет-нет По интернету Просто я сейчас Свет убрала У вас что Есть монитор Процессор есть? Это не у меня Я у подруги Нахожу Я не дома Сейчас Ну вначале Вы так хорошо Смотрелись А сейчас Прямо вся Орвется картинка Тогда старайтесь Не шевелиться Лишний раз Ну и что Дальше Вывод-то какой? Да вот Здесь я хотела Показать Спросить Тоже Тоже самое Вот люби бога Ближнего своего Здесь про одного Летит Вот я сейчас Собежу немножко Ну вот я вижу 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 Я здесь подчеркнула Сейчас хочу Зачитать Я без очков К сожалению Плохое Вот здесь О нем Я прочитала Статью здесь Очень большую И уже Как говорится Я научилась Через вас Благодаря вам Видеть все В освете Библии И как бы Вот все В освете Библии На все смотреть И когда прочитала Я поняла Что человека Можно сказать Веры-то и не было Хотя вот он тут Епископ Вот сейчас Немножко Закитаю Спрашивали его Владыка По вашим рассказам Чувствуется Что вы Не сторонник Огульного Осуждения Советской власти Нет Не сторонник Плохая сторона Проявлял в том Что если ты Свою религиозность Всем показывал К тебе начинали Приставать Это точно Но если Знали о том Что ты верующий Но паспудно Что тебя не трогали Дальше Так небольшое Интересно Владык Арсений Как вы выбрали Свой жизненный путь Мне даже Трудно Объяснить Как это произошло Ну это небольшой Как бы сложно Я хочу дальше Вернуться Как он стал Епископом Но Тут небольшой Есть фрагмент Когда он был Мальчиком Сейчас зачитаю Сейчас Сейчас Это Это рассказывает О себе Вот мы приехали В 6 часов вечера До 5 часов утра Из церкви Уже не выходили Боялись Что обратно В храм не пустят То есть он Будучи ребенком Ну там лет 15 Приехал в храм На пасху На крестный ход Я не пошел Чтобы не рисковать Остался в церкви А на этом приходе Был такой обычай Они на крестном ходу Помимо свечей Зажигали еще Бенгальские огни И пускали ракеты И из окон Было видно Как среди темной ночи Загорается То синяя ракета То зеленая То красная Горят свечи Бенгальские огни Поет воскресенье Твою Христе спаси Было так красиво Даже когда меня Нарекали в епископы Я рассказывала На исповеди О случае Который произошел Со мной в ту ночь Я сам не мог понять Что со мной случилось Тогда на службе Во время каждения Я увидел Как из алтаря Вылетел огненный шар И завис Над открытыми Царскими вратами Потом пошел вправо Как раз в мою сторону Дошел по амбону До угла И начал движение Ко мне Подступил вплотную И вошел в меня И внутри Ничего с такой горения Я не мог понять Что со мной происходит После этого случая Я не пропустил Ни одной субботни Стеночной И ни одной Воскресной литургии И вот тогда Началось Мое открытие Открытое Исповедание веры Меня невероятно Тянуло на службу Я прятала одежду Для храма В молении Чтобы не увидел отец И но раз Попадешься ему на глаза И приходилось Что-нибудь придумать Для отговорки Летом можно было сказать Что ушел гулять во двор А зимой приходилось ждать Когда отец выйдет во двор Покурить И в этот момент Я мигалдевался И убегал Тогда мне было 15 лет В 71 году Из-за этого Мы с отцом Серьезно Пошумели Пошумели В кавычках Но он успокоился Потом им с мамой Дали квартиру И они уехали В Люберцы А мы остались Жить с бабушкой А вскоре Меня забрали в армию В Кантемирскую дивизию Под Нарфаминском Ну то есть Он рассказывает Вспоминает Такой необычный случай В 15 лет Который произошел Как вы можете прокомментировать Я конечно Что-то С алтаря Вышел шар И вошел в него И у него появилась тяга Ну Я конечно Могу По своему предположить Либо это Вымысел Я не знаю Потому что Если читая эту статью Видно что там Нет конечно Ни рождения Свыше Ни веры Закройте Вы не считайте даже это Не надо это Вы считаете Слово Божие И несите благовестие У вас времени не будет И больше устремитесь На молитву Когда идете А это все Вот меня кинули Сразу 10 роликов Дайте комментарии Я посмотрел Одни монастыри И мощи Больше ничего нету Я могу ответить Одним словом Пустышка Пустышка Ничего нету Господь говорит Прощаясь Идите по всему миру И проповедуйте Евангелие Вот вы облечетесь силой Силой Духа Святого Вот тогда будет видно А это все басни Зачем мне это нужно Я никогда на это не обращаюсь Ну было или не было Опровергать А как А может быть было это так Но мне-то еще это дает Я никакого отношения К этому не имею У меня свой путь был И мне Бог открыл сразу Что я должен Делать то Что Бог повелевает А то что Он говорит Это не повеление Нет Божьего на это Но Он так шел Там 15 лет где-то Я не вижу нигде Чтобы это Служило по учениям Для того Кто прочитает Вот Вот сегодня заходит Но вчера новый человек Заходит Он служил всю жизнь По охране лагерей Офицер Я ролик этот выставлю Наверное через неделю Он будет Вы увидите И он нашел на наши ресурсы Смотрел И теперь вышел на нас Сегодня тут Еритик один замахнулся Тоже будет показано Работать надо Но это я прочитаю Куда прилепить А может это сущее неправда Ничего не было Он сидел Философствовал Записывал И ничего нельзя сказать И зачем мое мнение туда У меня столько Я встал сегодня В 2 часа ночи Я все еще не ложился А уже ночь Все у нас стемнялось Я к чему хотела сказать Просто мне одна знакомая Подарила этот журнал Я так его просмотрела И думаю Хотела передарить верующим Но с такой информацией Мне даже и давать его не хочется Вы просто никакой информации Просчитали Это мое мнение Скажи Никакой комментарий Не поможет здесь А может было А может не было Поменьше этого читать Вот у меня времени Совершенно для этого нет Я на пенсии Вот оно Допустим Если ты днем-то будешь Еще выбирать время Семикратно в день По сотнице Тебе некогда Будет этим заниматься Разный журнал Я посмотрел Это божественно Это нет Ну спросят Я могу ответить У нас питается Вот сейчас Посещаемость У меня она только На ютубе 10 миллионов И 300 тысяч 10 миллионов Это не маленькая цифра Я должен Конечно Позаботиться Чтобы люди Приходящие Получили Достойную пищу Или 1600 Тем только на форуме Тем 1600 А там Каждая тема От начала До конца Разобрана Это время Буквально Уже минуты ценишь У меня готовый труд Есть что показать Вот сейчас У меня Нашлись люди Одновременно 37 лет Молился Господи Дай мне помощников Советников Наставников Мне очень нужно У меня огромные Материалы лежат Но они лежат На сайте И вдруг Сразу Одновременно Четыре человека Пришло Четыре Два Андрея Два Сергея Один с Америки И сейчас Вот я могу даже Показать Что полностью 12 томов Златоуста Сейчас озвучивается Это 1262 файла Будет 1262 Дальше Библия уже У меня идет Каждый день 156 файлов Мною насчитанная Она была В 80-е годы Дальше Отдельно Ну ГУЛАГ Это 76 Добротолюбие 224 ролика Это 5 томов Григория Дещенко Там посмотрели Там Вообще Где-то 406 Кажется Роликов Новых Это Огромный Огромный Труд И наши Люди Которые Сейчас Буквально Работают Каждый день Над этим Я их Выставляю Регулярно Я хотела Сказать Вот У вас Как раз Там Сделали Что ваши Люди Писали Как они Обратились К Богу Есть Там тоже Я начала Немного Читать Начало Очень Интересно Читалось Хорошо А потом Уже Шрифта У меня Нет Не читается Это что-то Мне в интернете Надо Самой Делать Не знаю Мы Вот Вот Если У вас Есть Священник Там Хороший Епископ Я ему Скажу Допустим Воображаю Так Скажите Вы Прочитали Как у нас Обратились Там 80 Слышим Человек Вы Можете Своим Прихозанам Сказать Чтобы Они Написали Как Они Начали Бога Как Служат И Как Образовалась Община Община И нет Никакой Приход Приходной Двор Пришел Ушел Даже С вами Трапезную Какое Собрание Все Участвуют Там Кто Кому Помочь Больных Все Знают А потом Трапеза И после Этого Занятия Прямо По Библии Три Три Раза В Неделю Занятия Идут По Скайпу Ну Да Они Ничего Показать Не Могут А Тогда Время У тебя Никакого Не Будет Чтобы Это Смотреть Отвещать Да Зачем Мне Это Нужно У нас Чистое Словесное Молоко Я говорю Я просил 37 лет И Бог Дал мне Помощников Через 37 лет Бог Только ответил Я каждый день Об этом молился И они Настолько Усердно Работают Но даже Почему У вас Не открывается Я не знаю Под каким Номером Там идет Обращение Нет Там открывается Я сначала Читала Шрифт Хороший А потом Шрифт Мелкий Непонятный Как Буква Сливается Сливается Да Название Ролика Какой номер Ой А я Сейчас Не помню А вы Узнайте Мне Сообщите Мы Посмотрим Если Что-то Неладно Мы Тут У нас Есть Модераторы Очень Сильные Потому что Начало Читала Хорошо Прям Хорошо Хорошо Но интересно Как пришли Люди К Богу Конечно Мне Очень Понравилось Это Живые Там Фактически У нас Кажется Три Было Еще Будет Сейчас Готовят Там Будет Много Фотографий Подготовил Сейчас Будет 8 Примерно Роликов 8 Там Моя Биография Как в тюрьме Был И примерно 1100 Фотографий Будет 1100 Так что Вы как на глазах Все это Увидите Хотя Это Все Из архива Взято Вот Сейчас Уже Сегодня Приготовили В Америке Выставить Мои разговоры С Александром Менем Когда Он был Живой Еще Беседом Отец Демитрий Дудко С ним Беседы У меня Еще В архивах Лежит Столько Нераспакованного Там Сотом Глебом Якуниным Зоей Крахмальниковой Вообще Руки Не доходят Еще Тысячи На 200 Часов Примерно Слушать Игнатий Я еще Хотела Сказать Вам Вот До Того Как выйти На вас Я Попала На Ермонах Василия Новикова Я знаю Обесноватых Отсчитывал Нет Я Когда Хотела Вам Что Сказать Когда Я вышла На него Я Очень Много Посмотрела О нем Записи В интернете Где Кстати Он Сейчас Каким-то Авелем Семеном Как раз Он был Ездил К какому-то Старцу Он приехал К нему И объясняет И говорит Почему Все решили Что я Отчитываю Я Говорит Не отчитываю Его архиерей Вызывал Он Говорит И сказал Архиерею Что Говорит Я не отчитываю У него Прям Есть записи Он Говорит Так Что Когда Он ведет Молебен Молебна И там Прям Есть записи Что Столько Бесноватых К нему Приезжало Они Сами Начинали Прыгать И рычать И сальто Делать Он Говорит Сам Я читаю Обычный Молебен Он Говорит Я Никогда Не отчитывал И отчиткой Не занимался Просто Читал Обычный Молебен Обесноватые Проявляли Себя И поэтому Это ему Приписали Он Против Паспартов Против Всего Этого Я Слышал Его Много Роликов Его Запретили В служении Он Перед смертью Запрещен Был Да Он И говорит Об этом Что Его запретили Но Я так Поняла За то Что Он На храм Не брал Его От храма Запрет Статья Экстремизм Ему Приписали Он сказал На меня Было заведено Дело Как на Экстремиста Вот И он Без храма Но он Умер От рака Вот У меня Такая была Информация Я Стала В него Молиться Я Не могу Ничего Сказать Потому что Его уже Нет Он ушел За себя Он не заступится И поэтому Говорить Просто Опасно Я Только Видел Что благовестия Там нету Он не отчитывал А что же он делал Экзорсизм Самый настоящий Он стоит Перед ним Крапит Крестом Выходи Из нее Это и есть Отчитка Его уже зажали За это Он и говорит Никакой Отчитки Нет А это что Как называть Это и есть Отчитка Может я Не внимательно Лежит Она Прокинулась Лежит Орет А он Допрашивает Она говорит Против паспортов Кричит Да сатана Что угодно Может кричать Люди стали Бросать паспорта А его вызывают Ты что делаешь Это поп Но это надо понимать У нас были такие Сожгли паспорта Потом всю жизнь Мучаются Шестерки боятся Они боятся Цифры А не бога А паспорт Так на паспорте Пищать Вот ездили У нас заграничные Паспорта И там Отдельные Такие фотографии Заламинированные Ну и снимали Там Видимо Сетчатку глаза От пищатки Вот в Англии Было пальцы Так забопили Это отречение Это ИНН Чип Это уже антихрист То есть сумасшедшие Совершенно Пищать Есть Главное Антихриста Антихриста Нету Как она Сама по себе Ходит И написано Не продать Не купить У нас без паспорта Сколько цыган Цыган-то Тысячи Тысячи И они ходят Покупают Продают Еще тут Тут явно видно Что Но они говорят А вот у нас Паспортов нету Нету А ходите Продаете Покупаете А там никто Не продаст И не купит Не купит Кто получил Начертания То есть обман Вот был Епископ Диамид Ну правильно Выступил Ну дальше остановись Он давая нафиг Передавать Патриарха Кирилла Весь всех Епископов А потом Один Рукополагает Епископа Брата родного А потом Подссорили Совершенно в рост Нельзя это делать Ты касайся Сам себя Начинает Патриарха Ругать Там такими Страшными словами Он с этим С папой римским Встретился Сейчас Фотографии есть Там в Гаване Встречались Ну Встречались Что из этого Он что-то новое принял Нет не принял Так напали Два беса встретились Два беса Люди вообще Потеряли разум Ты за каждое слово Отвечать будешь На суде Божьем Что он сделал Патриарх Что Ну Ножом ударил Папу Или папа Его Нет Да вот Церкви Там католицизм Да давно Уже по католическим Кресите Машите кисточкой Бритые священники А католичное Уже Сплошь и рядом Все Что подняли Я говорю Панику А вы за патриарха Заступаетесь Причем Тут я Заступаюсь Я разбираю Его Вопросы И ответы Из 60 вопросов Примерно шестерка Правильно Отмечены Как я Заступаюсь Я же Не сам по себе Это делаю Я показываю На основании Писания Это же самая Ситуация У Алексея Второго Была Я в книгах Своих Это делаю Разборку Игнатий Тихонович Кстати Я вам хотела Сказать Вот Субботу 30 на 31 Я же была В Москве Я еще там К сыну ездила И вечером Когда верталась Мимо Храма Христа Спасителя Думаю Зайду-ка я Вечером В храм Зашла Я как раз там Патриарх был Но я немножко опоздала Он проповедь уже говорил То есть я не сначала Получается он сказал проповедь Потом был молебен Народа было конечно очень много Но проповедь я вам скажу Мне не понравилось Ну я бы так сказала Соли нету То есть там было Как он говорит Счастье Мир Благодать Ну Слово Христос Или Библия Там вообще не написало Да Я делал Об этом Говорит он На площади был Когда памятник Кириллу Мефодию Открывали Патриарх говорил Кажется один раз Итог между делом Христианство Христа вообще Как будто Слово Библии Они вообще не поминают Никогда Да И хочу сказать Ну я сейчас наверное Не могу Если дочь сможет Фотографию скинуть Я не могу здесь сказать У меня на сотом Я сфотографировала Перед храмом Стоит елка украшенная И вот это Как называется К Рождеству то Дары принесли Ну да Там значит Матерь Божья Три волхва Должен Положен Младенец В пеленах Да Вот Это конечно Оформлены закрыты Все красиво Я фотографировала Но я фотографировала Издали не видела Несколько раз А на следующий день Утром стало Когда подходить Вблизи увидела Меня поразило то Что в яслях Нет младенца Мне почему-то Так это поразило Настолько удивило Думаю Почему они не положили Я не знаю Может быть у них Традиция такая А я тут приехала домой Одной из знакомых Говорю Она говорит Так что Рождество то нет Поэтому не положили Наверное положат потом Мне вот конечно Это смутило Думаю Но Рождество то уже Оно есть везде Можно же было положить Младенца Это тоже своего рода проповедь Там же очень я много Вижу иностранцев Китай Все подходят Дети фотографируются Смотрят Если бы они увидели Младенца Они например Смотря на него Они бы сказали А кто это И может быть за счет Этого вопроса Они бы начали задаваться Хотя бы вопросом О Боге Ведь наверное Много там неверующих А так поскольку Значит там Младенца не было Пили на пустые И вопросов не возникает Да Да Видите как Тут стали Если крещение Священник говорит Там сколько там Пятьсот Шестьсот А если с полным погружением Дополнительно Еще триста рублей Ну такого чуда Я не слыхал еще Это вообще Говорит надо Ошалять И опупеть Да Игнать Тихонович Я кстати вам еще Все хотела написать Не получается Сейчас походу Вот у нас один батюшка Он применяет Общий исповедь В храме Раньше я как-то ездила Но последний раз Вот была Перед тем Как хотела как раз попросить Потому что у них Есть купель Мы с ним разговаривали Он говорит Ну без денег не могу Я конечно может и много Но он же там Я не один Ну объяснял Ситуацию То что конечно Они сами знаете Они там Муту дают И все вот это И он не один Он то есть не может Меня бесплатно Вот То что Он признает Это второе крещение И прочее Но когда я начала говорить Хотела про вас Он говорит Нет не буду смотреть Не буду слушать Да что мне патриарх То есть я поняла так Что он Патриарх И не боится Больше епископа Потому что епископ рядом Вот А то что Мне нравится Мне кажется Это неправильно Но там Общий исповедь У него происходит Как Вот если я летом была Обычная ритургия Потом перед Перед исповедью Он выходит Как бы Амбул небольшой Такой выносит Где он встает Чтобы всех было видно И начинает Продействовать Заповеди Пояснять Разговаривать Ну как бы Особую проповедь проводят Ну все стоят Слушают Ну кто-то может Отвечает ему там Чтобы соглашать С ним Знать Не знает Он хочет Как бы задает вопрос Знают ли люди заповеди Ну вот так побеседовал Поговорил И потом Говорит Подходите На лое лежит Крест Евангелия Люди естественно К нему уже не подходят На исповедь Это считается Как общая исповедь Произошла уже То есть вот его беседа Люди приложатся К Евангелию К кресту И потом он выходит С дарами С чашей И люди причащаются Одно время Я так с детьми Когда они по месяцу не были Ездил Так же причащался Но я поняла Что Ну это что-то не то Потому что общая исповедь Все таки Ну как бы нарушена Но до сих пор Вот у него это так практикуется Это везде Это везде Они Они Должны Ответить Зачем они говорят Трижды оглашено Из идите Если они не выпускают А потом еще Дважды двери Двери Премудрости Это означает Диакон должен Пройти по храму Вывести всех Которых не знает У которых нет с собой Грамоты Что не на отлучение Они Ничего этого нет Проходной двор И поэтому Люди говорят Я перехожу Границу В Польшу Это можно сказать Но я перехожу В московскую патриархию Нельзя сказать Там некуда переходить Через Порог переступил Любой С улицы Может причащаться Вадим Никого не спрашивает Никого не знают Такой беды Россия не знала И главное Вот приходит Мать говорит Сын запился Ну пускай придет Причаститься Может поможет То есть Они не верующие Попы Да если человек Пьет Узнали пьет Он на два года Уже отлучается Женщина аборт Сделала На десять лет Отлучается А здесь так Сорок поклонов И приходи опять На новые подвиги Златоуст говорит Если не накладывает Эпитимию Гибнет Сам и кого Причащает Что непонятно Расхрябанность Страха Божия Нет Ну у меня Как-то было Такое Я хотела Подошла к романаху Говорю Ну согрешила Я чувствую Дайте мне эпитимию Он говорит Нет Эпитимию Я не накладываю Вот Так а зачем он нужен Ну у нас плохо То что исповеди Например в нашем храме Ой Можно сказать Происходит как Все друг на друге висят Плотную стоят Ну невозможно говорить Все Ты говоришь И все слышно И я как-то поехала У нас тут подач Есть храм Там Скажем предел Закрытый есть Заходишь Батюшка исповедует Один на один Остальные все выходят То есть с закрытыми дверями Очень удобно Но последний раз Я туда как-то поехала Народу было Очень много Пост Я так все думаю Сейчас если люди Все не выйдут Посмотрим как это дело будет Но слава Богу Мелкий Господь Вышли-то вышли Батюшка всех исповедовал Слава Богу Вру Это был предпоследний раз А последний раз Когда поехал Другой был священник Народу было так же много Пост Может быть он торопился Или что Я не знаю Но факт то что Он прочитал общую исповедь И сказал Ну кто услышал свои грехи Второй раз Не надо каяться Подходите Я буду читать Ранешительную Называйте только свои имена Но уж у кого-то Особо тяжкие Или что-то Подойдите Лично скажите Ну естественно Я осталась Мне нужно было произнести Я не могу так Чтобы меня просто накрыли И я стояла Ждала всех Когда все пройдут Я не знаю Может человек 20 Сколько было Все подходили Молча склоняли голову Накрывала Петрахилию Разрешала И они и так вот Шли к причальству Вот Мне кажется Это как-то Тоже наверное Нету Здесь Человек Как с грехами пришел Так и уходит с ними Мне кажется Все равно Грех-то полезнее Самому человеку Назвать Обличить Чтобы продолжать С ним бороться У меня Брат Отец Аким Это пресс-фитер Как сказать И вот он поехал Там где-то Я не знаю В Белоруссии Или где был Освященник И хорошо знает его И говорит Народу много Пост Ты отец Аким Помоги мне Ну устал я Говорит уже Ну а сколько там Может человек 120 Ну батюшка вышел Говорит Ну я буду исповедовать Как у нас исповедовать Ну и надо Говорит так Ну ваши это скажут Строго Ну и пускай узнают Как правильно Священник то такой Он вышел батюшка И подготовка прошла Когда говорит так Кто пост не соблюдал И в течение года Среду пятницу Не соблюдал Он нарушал Апостольское правило 69 И согласно Этого правила Я прищищать И допускать вас не буду И исповеди не будет Так что зря не стойте Сразу процентов 80 Отпало Теперь Осталось Говорит там Сколько там Ну человек 20 Он говорит Я вижу тут пожилые люди И бреетесь Кто бреется Не буду даже исповедовать Пока у вас бороды не отрастут Еще эти постояли А батюшки своего нету Отец Василий там ушел Все Осталось там человек 5 Их исповедовал А зачем Они гонят Лишь бы только шли Берут свечки Приносят Когда на исповедь Рядом кладут свечку А потом их Не жгут А 10 раз Перепродают Я там был В церкви работал Я знаю эту историю Везде обман По настоящему Все И мы это считаем Нормой У нас Просто по-другому У нас не было Никогда Почему Большая работа Проделана А у них этого нету Они это не знают даже Ну мне его тоже нравится У отца Кирилла Когда бывают Летом я была Там бывает так Что на вечерние Например Нас двое Которые участвуют Да Но не считая Те кто читает Вот В этот раз На службе было Тоже где-то На вечерние Может человек 10 И на литургии Человек 25 Там подходит То есть там мало народу Если с улицы Кто-то заходит То люди долго не остаются Немного постоят Минут 5 И уходят Почему-то сразу Она у меня знакома Знакомывала Тетя Тоня Она поехала в Тобольск А там священник Один отец Николая Его на кладбище поставили Там Как щасовня Ну и бабки-то идут Одна по другой За другой-то На исповедь-то И здесь Гляжу Говорю Дверь открывается Бабка оттуда Кубарем летит Ой-ой-ой Поп-то говорит Бешеный А что сделал Не говорит нисколько Собралась И скорее Из храма-то бежать Вторая-вторая Та же Я говорю Что такое-то А он подвыпивший Вот я только зашла Он говорит А ну-ка перекрестись правильно Она Во имя Отца И Сына И Святого Духа Так А ну-ка считай Святые Божии Она опять Святые Божии Святые крепкие Святые бессмертные Помилуй нас Он говорит Тебя кто так научил Дальше исповедовал Все нормально Вот и все По-разному они действуют Как Иоанн Кронштадтский Когда он Выходил Причищать Табарь были бесноваты А у него ложечка Он в лоб Как даст ей Рот-то раскрой У него Чаша звенела В руках То есть По-разному Люди подходят Павел Говорит Что желаете Что пришел С любовью Или с жезлом Жезлом С палкой Это в жите святых Такое описывается Он Человек Грубил Он понял Что грубит Он Одержимый И он Палкой Там По спине Из него Удар Получил Не человек А демон И он Выскочил Из него У нас В начале Осенью Праздник Был Сейчас Уже не понял Какой-то праздник В общем Происходил Но я Обычно Стараюсь молиться Но все равно Бросается в глаза У нас Сходит Одна сния Больную девочку Доцепощенную Они привозят И мальчик У них Крутится Он Бегает По храму Он играет Игрушки С собой Приносит Вот это Все отвлекает Но Сказать Делать замечание Жене Правильно Жената Молчит В храме Я только Вижу Жалею Но сказать Не знаю Не могу На улице Как-то Не получается Она сторонится Меня несколько раз Пыталась Но она Вроде умная Грамотная И думаю Не воспринят Мое замечание А был еще Такой случай Что Две Что-то У нас Поругались Одна Говорит Она лежала В психушке Что-то У нее Заболевание Я уже В этот момент Увидела В последний момент Когда шел Молибин Одна Повернулась Стояла Спиной К алтарю Она там Что-то читала Акаписка Или что Другая На нее Видать Замахивала Но я Сначала Слышу Шум Какой-то Потом Обратила Внимание И уже Подбежала Одну Просто С собой Закрыла Обняла И говорю Успокойся Люди же Оказывается Она Ругалась Матом То есть Одна Полезла Драться Другая Матом На нее А тут Стоят люди Я им говорю Вы не обращайтесь Они говорю Больные Они Думаю Не обращая Внимание Я думаю Правильно Поступила Нет Я просто Ну как бы Чтобы не было Соблазна вокруг Чтобы это Прекратилось Быстро Чтобы не было Ни драки Ничего Вот уж Как бы Не выдержала Вынуждена была Подбежать Тата меня знает Она промолчала Ничего не сказала Успокоила Вот Бывают Но такие случаи Как говорится Из рода Вон выходящие Получается И ходят И исповедуются И крест Хорошо И молятся На все стороны А вот Ворглос Матом В храме Вижу Даже И скажешь Наверное Может Одержим Вы говорили Что у вас Там какая Книжка выходила Вы стихи писали Да Вот сейчас Господь послал Кстати В операцию Когда я была В Москве В метро Послала Девушку Незамужнюю Молодую Мы с ней Так разговаривались Я даже Свою Свою дочь Стихи подарила И про вас Все рассказывала Пока мы шли Мне надо было Ну как дал В метро Она там Переход Там это все Я не соображаю Ну сколько у нас Минут 10 может ушло 15 лет Ну не больше 15 минут И всю дорогу Вот я Чтобы доверие Как бы Можно вызвать Человеке То сначала Я подарила Свою книгу А себе Немножко Скала Потом начала Рассказывать Про вас И дала Ей свой телефон Ей так Очень понравилось Заинтересовался Она мне так Понравилась Ну не знаю Выйдет на вас Не выйдет Вот данные Я дала Так я Сейчас Выставили Пять книг Моих стихотворений Вот так же Как книга Открывается И можно смотреть Четыре тома По 800 страниц Четыре тома Это Три тысячи Кажется Двести стихотворений По девять куплетов Каждый А отдельно Первая книга Она Триста сорок Страниц Так что Он еще под музыку Сделал Тот один такой мастер Вы можете Сейчас найти Ну просто зарядить Стихи Ну и Назвать там Лапки Включить на нашем Ютубе Ну я слушаю Когда в роликах Вы читаете Твои стихи Мне нравится Очень Да Видно что Талант большой И удивительно Даже Да Я называю Проповеди в стихах Книги называются Проповеди в стихах Вы посмотрите Проповеди в стихах Вот запишите так Проповеди в стихах Четыре тома В каждом В каждом томе 774 стихотворения Я еще хотела Вот спросить Вчера читала Буквально Псалфир Кофизму Если можно Тут у меня Один вопрос возник 11 Кофизма 77 Псалом 61 стих И отдал в плен Крепость свою Свою большой И славу свою В руки врага То есть понять Господь Как получается Он отдал в плен Крепость И славу свою В руки врага Ну смотря Что он имеет ввиду Надо по контексту смотреть Крепость Как может быть Защита была Иерусалима Иерусалим был Разрушен пленен Иногда крепостью Называют так Начаток силы моей Это как раз Молодой человек Был От него Жена защила То есть надо смотреть Это разница большая Что он отдал Крепость Крепость полагает В сыновьях своих А здесь написано Я отдал в плен Крепость свою Свою большой Поэтому я подумала Что это и относится К Богу Свою Нет Я пойду А это Божий народ Крепость свою Надежда Господь говорит Мое воинство Прямо называет Это крепость Это защита А может быть Там крепость Называет город Надо просто По контексту Там хорошо Просмотреть Это его крепость Его Иерусалим Его народ Это мой народ Я его избрал Говорит Так что тут Моисемения С большой буквы Нисколько не должно Нас нас настораживать Понятно А то я что-то Меня смутила Нет Это нам Его сила Мы знаем В чем его сила Бывает именно Воинство Защита Господь выставляет Своих воинов Вот вы говорили О бедлецском обществе Я думаю Вряд ли у нас есть В городе Если только Это в Москве Там спрашивают Что вот этот Псалтырь Я говорила На русском Потому что Здесь у нас нет Правда Одна женщина Как-то мне сказала Что якобы Серафим Дивейского А зрителя Летом она видела Такую псалтырь На русском Чисто на русском Какой? Псалтырь Богородицы? Нет Нет Псалтырь Большой Свой Обычный Нормальный Синодальный Патриарший Ну такие есть Вы спросите Где библейское Общество Вот где Мы там взяли Сразу несколько Коробок Мне кажется По 30 В коробке было И все успели Получить Крупными Буквами Написано Крупными Я сейчас Покажу Его вам Ты где? Алло Вот смотрите Вот сейчас Я покажу Вам Подождите Она Она черная? Вам видно? Нет? Я вижу А она черная Или темно-синяя Не поймут Цвет какой у нее Это псалтырь У вас как-то Дальше Там Обползла Нет Я вижу Я не пойму Цвет Обложка Какая Темно-синяя Или черная Обложки Черные Черные Я не пойму А почему стороне Это показывает? Это моя Моя Это По-другому Вот видите Как крупно считать Можно Очки Очки Оден Без очков Не вижу Да Да Ну тут Не покажешь ее Надо отдалить Вода Приходи Я разговариваю Я вижу Приходи Давай Это у меня Сестра звонит Она хочет подойти Вот о крещении Которое я разговаривала Ну Я сейчас Инарис Тихонович Читаю Такую по Библии То есть У меня Библия Большая Но только У меня Она красная Не синодальная А далеко? Где она у вас? Далеко? Она дома у меня Осталась Далеко Да Ну там написано Что синодальный перевод Нет Не синодальный Там я посчитала Вообще Почему-то Пятьдесят книг Пятьдесят А страниц По-моему Ты с чем-то В общей сложности Там ты с чем-то Но почему Благословение Она издана Написана? Ой По-моему Алексея Второго Я вот что-то Плохо помню Смотрела я Ну я ее брала В Библии Есть там благословение Патриарх Только не помню какого А там Неканонические книги Есть? Неканонические Сираха Есть Есть там Да Похоже Что это Несектанская Нет Нет Она православная Просто Ну вот такое издание Лучше сенодального перевода нету Поэтому держитесь Не верьте никому Что там ошибки и проще Это говорят лжецы Я просто нигде не вижу В храмах не видела Вот недавно мы бабушке Одной покупали Ей 85 лет уже было 86 Мы поехали в лавку И вот купили Но опять-таки Вот такую В красную Две с половиной тысячи стоит А мне показалось У вас 500 рублей Или я ошибаюсь Вы покупали Рахили У нас Библии Очень дорогие Хорошо Вы когда получили от меня Новый Завет Сослование Посчитаете его? Конечно А вы кому из священников Показывали книги? Пока еще нет Вот все думаю Пока только С мирянами общаюсь И вот сейчас Да кстати Вопросы хорошо вы задали Думаю подойти к священникам Пока еще не решалось Подойти Ну смотрите Чтобы они у вас не отобрали Нет Это уж я Боюсь даже показывать Я начну Я же говорю Было такое Показали Священник взял Ты себе достанешь Говорит Да-да-да Я этого боюсь Я думаю Не расковать книга в руке Я просто Раздавала Когда ваши визитки Я же писала Что одна пошла К молодому священнику Сказала визитки И он Ну не благословил Сказал Тут есть и хорошее и плохое Другая подошла С моей визитки Которые давал Он вообще не благословил То есть Ну боятся А хотя я присматриваюсь к ним После того Ну это скорее всего Не совпадение Я подозреваю так Что он сам Смотрит вас Дома наверное Многому учится Использует ваши материалы Но Никому не говорит Они боятся Мне говорят священники Мы говорит Друг от друга таились А потом оказалось Говорит Ну у вас Учимся Говорит все время Я говорю Моего-то еще нету Я не учитель Буквально вот Когда я на вас вышел То еще строгий пост Летом Когда я тут начала Говорить И потом вдруг Они такое пишут Объявление Занялись они Благотворительностью Два часа дня Воскресенье Они всем говорят Там пожертвования Приносите Мы будем кормить Ну как их Бомжей Что ли там Которые бомжи Или кто там На улице Но если вы можете Там на машинах Подъезжайте Мы вот за часа Там-то-там-то Будем кормить Пожертвования Миряне приносите Вот Я так думаю Занялись таким Благим делом После того Потом Самое интересное Было когда Еще до того Как дать Вашу визитку Я больно Заново Священника переживала А у нас Такой Можно сказать Казалось нам всем Подвижник Все очень любили Но он очень молодой Ему наверное 25 Еще не было Его священником Он же стал И диакон у нас был Проповедь читает Воскресную школу ведет Газеты везде Пишет Выступает Очень активный Очень активный И стихи Кстати Смотрел Майя Все читал И он давал Благословения на них Там тоже И вступительное слово Он писал Вот И вот именно К нему-то Когда подходили Почему-то Вот он как раз Побоялся Не дал Благословения На ваши Визитки Но самое интересное Что он носил Волосы длинные Хвостик у него был А борода у него не растет Он не бреется Ну просто Тут несколько лосинок А она не растет И вот Я что-то так За него сильно переживала И вдруг В какой-то момент Я прихожу Смотрю Он волосы отрезал Эту Пострижку сделал Мне так удивительно Это было Говорю Прям чудо Какое-то произошло Но я подумала Что он будет расположен Принять вас Но нет Дальше не пошло дело На этом остановился Поэтому я говорю К священникам Если пытаться Подходить Разговаривать о вас О крещении С чего-то начать Но только К каждому По отдельности Показать Если вы скажете Не отдавайте на дом А они не вернут вам Нет Нет Вы лишитесь А у нас все кончается И даже не с чем Заменить будет Мне очень хотелось бы Конечно Не знаю Но я тебе рада То что у вас Вышла в интернете Все книги Я думаю Я там наверное Посмотрю Вот это зелененькое Мусульманское Потому что я работаю С татарами У меня много татар Но кстати Они как-то Стали уважать меня Приглядываются Потому что они знают Все праздники Как бы Небольшой застоль Если там 8 марта Или что-то Директор нас Поздравляет То они уже знают Что там я пост соблюдаю Что там это Мясо нельзя Это нельзя Делаю замечание Если они ругаются Но как-то Они прислушиваются Уважают И мне бы конечно Хотелось Именно Почитать Вашу Трафтовку Как вот В Коран Стравим из Библии Вот это вот Да Да Чтобы мне потом С ними как общаться Очень интересно Хорошо Ну что вопросов Больше нету Так Ну все На этом пока Ну все Давайте прощаться Тогда Давайте пока С Богом Спаси Христос По славу По славе Божьей По славе Божьей Двух твоих Пад Господь Все Отключайтесь Анатарь Отключай Я не знаю Как Трань Трань Отключать Бог Сейчас отключит Я не умею Отключать Сейчас Отключишь Что дали вам Поговорить Спаси Христос Аллилуйя Во славу Божьей